Меня зовут Владимир Иванович, я приветствую на своем столярном канале. Год назад приобрел распиловочный станок Warrior V803. И сегодняшний фильм будет посвящен, как показал этот станок за год работы в моей столярной мастерской. Так как в моей столярной мастерской на сегодняшний день выполняется ремонт, снимаю фильм на улице, друзья, передо мной стоит микрофон. Если вы знаете, как улучшить качество звукозаписи и качество видео, пишите, буду очень рад, не откажусь от такой помощи. До этого, друзья, у меня был распиловочный станок Makita 2704. Это хороший станок. Этот станок имеет очень многие мастера, но тем не менее я решился и приобрел именно вот такой станок. Чем этот станок радует? Во-первых, чугунным столом и с прекрасным размером. С расширителями он имеет размеры 1700 на 700. Имеет отличный параллельный упор с большим диапазоном и легкостью перемещения, скажу, что от упора до пильного диска где-то 750 мм. Можно этот станок использовать в качестве распиловочного станка. Станок укомплектован асинхронным двигателем. Этот двигатель необслуживаемый. Он работает очень тихо. И вообще, работа станка довольно-таки тихая. Непривычно после работы Makita. Отдельно хочется еще сказать несколько слов о конструкции наклона и подъема пильного диска. Здесь насколько мощно все выполнено. Порой даже не верится, что на настоящее время при экономии металла здесь не пожалели. Сделали такой надежный этот узел. Друзья, обзоров за этот станок очень много. Я повторяться не буду. Скажу об усовершенствованиях, какие я сделал на этом станке. Первоначально завод выпускал станок с двигателем меньшей мощности. Он имел маленькие размеры. Потом завод решил изменить конструкцию двигателя, увеличив мощность. И на переходных моделях при установке двигателя и при наклоне пильного диска двигатель выглядывал за поверхность стола. Об этом сняли фильм несколько моих подписчиков, зрителей, коллег. Эту проблему фирма Warrior решила очень быстро. Сейчас эта проблема снята с повестки. Но это было мое первое совершенствование. Я изготовил пластину переходную под двигатель. Вот эта пластина, которую я изготовил и установил. И при помощи этой пластины я решил все проблемы. После покупки, распаковки, расконсервации станка я произвел настройки. В течение года эти настройки я не менял, не подстраивал. Они сохранились в прежнем виде. Станок не укомплектован пильным диском. Это позволяет выбрать мастеру диск под свои задачи. В моей мастерской я имею несколько пильных дисков. Это пильные диски для продольного пиления с малым количеством зубьев. Универсальные. И для поперечного пиления. Второе совершенствование, которое коснулось этого станка, заключалось в том, что на станке укомплектован такой вкладыш. Он имеет такую ширину. И при пилении тонких реек, эти рейки часто у меня попадали вовнутрь станка. Я изготовил нулевой вкладыш. Это съемный нулевой вкладыш. Он из ламината изготовлен. И он устанавливается при помощи шести винтов. Винты Патай. Друзья, покажу вам вид сверху. Я думаю, видно. С таким вкладышем я уже поработал долго. Он показал себе с отличной стороны. Единственное, при наклоне пильного диска приходится открутить вот эти винты, снять вкладыш нулевой. И потом после работы его обратно установить. Но это оправданно, друзья. При работе я отказался на такого приспособления, которое устанавливается сверху пильного диска. Это приспособление рассчитано, когда работаешь массово, изготавливаем рейки, то есть работаем с большим погонажем изделий. Вот такое приспособление тогда необходимо. Хочется несколько слов сказать о расклинивающих ножах. Толщина расклинивающего ножа должна быть равна толщине пильного диска. Так как я имею несколько пильных дисков, то, конечно, надо иметь и несколько расклинивающих ножей с разной толщиной. У меня их пока два. Вот такой я выписал фирма Warrior, мне прислала. Это родной, но немножко обрезанный. Расклинивающий нож устанавливается и снимается очень легко и быстро. Для этого служит один болт с хитрым рычагом. И после зажатия этот рычаг поворачивается вниз, чтобы он не мешал. Наверное, мои зрители замечали, что я иногда работаю без расклинивающего ножа. По технике безопасности так работать нельзя. Я на станке перенес кнопку пуск-стоп. И она теперь расположена с левой стороны. Вы знаете, конструкция кнопки заслуживает похвалы. Можно отдельно прям снять фильм и рассказать, насколько удобна эта кнопка. Особенно в смысле выключения. При пилении. Когда возникает нештатная ситуация, друзья, легко коленкой прикоснуться, и я выключаю станок, когда руки заняты. Еще одно усовершенствование, которое коснулось этого станка. Это система стружка пылеудаления. Это любимая моя тема. Все станки, которые находятся в моей столярной мастерской, подвергаются небольшим изменениям и усовершенствованиям. Я стараюсь улучшить стружку удаления на каждом станке. После ремонта столярной мастерской хочу усовершенствовать систему стружку удаления. Об этом, конечно, будут подробные рассказы. Нарисую схематично, как выглядит станок. Стол чугунный, пила, основание станка в виде квадратного металлического ящика и снизу ножки. Внизу каркаса или ящика установлена квадратная деталь по центру отверстия. И в это отверстие установлено колено на 110 мм. И это колено подсоединяется к системе стружка пылеудаления. При пилении заготовок вокруг отверстия всегда собираются опилки. Это мертвая зона и опилки отсюда не удаляются. Особенно это наблюдается, когда пильный диск наклонен под углом 45 градусов. Я решил переделать этот узел. Сниму штатную квадратную деталь с отверстием, которое расположено внизу корпуса станка. И вместо нее изготовлю усеченную пирамиду. Вот это штатная деталь такая с отверстием. Вот вокруг отверстия как раз и собираются опилки. Я решил изменить этот узел и изготовить самодельный бункер или самодельную усеченную пирамиду. С одной стороны пирамида будет иметь прямой угол со стороны наклона пильного диска, с другой стороны наклон. Внизу этой пирамиды сделаю отверстие, вставлю трубу с канализацией и подсоединю к системе стружку пылеудаления. А пилки напрямую будут попадать в этот бункер, в пирамиду и направляться к системе стружку пылеудаления. Вот так выглядит снизу штатная деталь, которая установлена на станке. Червячная пара шестеренок, которые поднимают пильный диск и делают ему наклон, за год эксплуатации имеет такой вид. С завода была применена смазка. Я решил отказаться от смазки и работать на сухую. Вот это так выглядит квадратная рамка, изготовленная по размеру штатной детали. Есть у меня цинковка, старая, утолщенная. Сделал чертежи, выкройку, вычерчил, вырезал. И вот рабочая обстановка, где при помощи заклепок соединяю усеченную пирамиду. Вот такой вид имеет готовое изделие. Как вы видите, снизу рамочка для жесткости, в эту рамочку монтирована усеченная пирамида. Изготовлены за цинковки при помощи заклепок. Снизу установлена канализационная труба на 110, труба это усиленная. Крепление трубы при помощи винтов и силикона. Такой вид имеет она снизу. Огромный хороший бункер. Видимых износов на шестернях после очистки я не нашел, друзья. Все сохранилось и очень довольно хорошо. И вот я начал примерять свою новую деталь и устанавливать. Для хорошей гематизации нижнюю сторону рамки оклеил. Там видно беленький выглядывает. Это уплотнитель для окон. Получилось надежное соединение с корпусом станка. Станок уже стоит на ногах и так выглядит моя деталь, установленная на станок. Дальше пойдет, конечно, воздушный затвор. Вид с одной стороны. Вид с другой стороны. Бункер теперь опущенный довольно-таки низко. Расстояние 300 мм. Насколько ниже я опустил приемный патрубок. Немножко темно, но видно, насколько теперь огромное пространство и опилки будут попадать вниз. Сегодня я рассказал о небольших изменениях, которые коснулись данного станка. Конечно, проверять систему стружко-удаления, это самое большое изменение на этом станке. Я буду после полного подсоединения к системе стружко-пылеудаления. Когда будет стоять стружко-отсос, трубопроводы проложены. Вот тогда я полностью проверю и испытаю эту систему. Но в любом случае, я бы за конструкцию станка поставил пятерку. Я станком очень доволен. Задавайте вопросы, комментируйте. А я вам говорю, всего доброго, до новых встреч, с уважением, Владимир Иванович.